завтра стартует тест где будет очень много апов танков и даже немножко больше с вами варчик и сейчас все подробнее вам расскажу режим полигон становится доступен для техники всех уровней увеличена сложность боя в том числе за счет улучшения характеристик ботов во многих играх есть режимы с ботами где можно покачаться пофармить что-нибудь но у нас в танках пока такого режима нет и видимо этот режим полигон со временем до этого состояния дойдет вернется режим натиск ледяной волк там добавят новые карты карту оверлорд уберут а также можно будет пофармить в этом режиме золото в прошлых запусках добавляли задание на золото в этот раз видимо золото будет вшита прям внутрь этого режима можно будет обмазываться им неизвестно насколько я думаю со временем подробности станет больше концепт номер пять сколько же я проливал слез и в видосах и в дискорде как с разработчиками говорил что танчик слабенький уступает по параметрам одноклассникам во многих местах он очень сильно плох и наконец-то хотя бы на супер тесте надеюсь что потом это пойдет на общие тесты и потом мы это увидим на релизе в патче 1.23 время перезарядки улучшается было 11.7 будет 9.6 вы представляете что перезарядка на 2 секунды лучше поскольку этот танчик он очень сильно уступал в дпм так у него и многие остальные параметры они тоже худшие на уровне худшая маскировка самый большой средний танк на 10 уровне броня просто отсутствует иногда щеки на башне рикошетит это просто ужасно максимальная скорость было 65 будет 70 удивительно что средний колесный танк обладает максимальной скоростью хуже чем гусеничные танки которые просто ездят быстрее cs63 в турбо режиме просто быстрее носятся намного леопард всегда быстрее ездит внимание зачем тогда нам этот колесник британский также ему улучшат еще и мощность двигателя было 580 будет 680 вот это нормальный ап то что танку нужно конечно он останется худшим в маскировке худшим в размере в броне но хотя бы остальные параметры догонят до конкурентоспособных значений с остальными танками на 10 уровне на мой взгляд это правильно panzer 58 швар panzer 58 и его клоны перезарядка орудия с 8 секунд на 7 секунд мощность двигателя было 600 будет 660 сюда же еще припихну амкс и дисси перезарядка была 7 метре будет 6 2 до видим что перезарядка у сидиси намного лучше но сидиси намного хуже броня но он побыстрее чем этот panzer 58 я сюда бы еще в 42 02 запихнул бы 102 и все тому подобные танки с альфой 240 230 на мой взгляд они мертвы и уже очень давно их убила механика интуиция которая быстро меняет снаряды на фугасные и этими снарядами можно жестко раздамажить эти стэшки мало того что у них и так альфа малюсенькая так можно еще сильнее доминировать за счет фугасов также добавили огромное количество танков с фугасными орудиями которые и без этого перка разносят эти танки в щепки на коридорных картах в быстрых катках трехминутных четырехминутных 3 15 15 3 эти танки не конкурентоспособны они просто ничтожество и в рандоме практически нет все танки которые перечислил никто на этом играть не хочет сейчас все танки играются чем больше альфа тем лучше бои очень быстрые направления в основном на картах коридорные ездить стрелять по 240 230 это просто смешно чтобы эти танки заиграли бои должны быть дольше а карты должны быть просторнее для маневрирования заезжание в какие-то тылы фланги там перекрестный огонь и так далее в нынешних боях эти танки мертвы яхт пантера 2 улучшение брони влд со 100 миллиметров на 120 и улучшение в хп 1150 было будет 1350 я на этом танке когда 3 отметки брал два раза я на ней брал 3 отметки горел каждый раз и это горение было вызвано не броней не хп шками а стрельбой тот же самый фердинанд на восьмом уровне гораздо лучше поскольку он попадает и наносит урон объект 590 что-то там ему наменяли но в общем и целом это средний танк 9 уровня премиумный советский к чему-то его там подготавливают но я на танке не играл ничего про него сказать толком не могу объект 283 в прошлом году можно было его на новый год из коробки выбить я его выбил из коробки сыграл пару боев там один или два он у меня в аренде там валяется он мне вообще не понравился танк тупо слабый вот ему улучшают перезарядку с 9 и 4 на 8 и 9 грубо говоря полсекунды перезарядки улучшают и сведение 2,5 на 2,1 заслуженный ап слабого танка еще бы ему там стабилизацию подкрутили все равно альфа малюсенько также улучшение из 5 ему добавляют хп было 1550 будет 1700 не лучший прям танк с не лучшим апом с не решениями все на месте к в 4 турчанинова стоимость танка изменена со 100 золота на 11000 видимо танк уже готов ждем в релиз объект 261 вариант 4 это штурм арта штурм сау перезарядка была 28 с половиной секунд будет 32 секунды а вот сведение с 5 секунд на 42 я бы хотел увидеть следующее изменение штурм сау штурм сау удалены из игры туда же можно и обычную сау это изменение лично на мой вкус т-34 американский тяжелый танк 8 уровня легенда по кличке кусок время перезарядки 15 секунд было будет 13 9 время сведения 32 было а будет 2,7 танк очень медленный неповоротливый слабая броня удивительно что у него еще и пушка мега кривая на мой взгляд она не должна быть сильно кривущей также здесь еще почему-то не написано что ему стабилизацию апнули на 20 процентов я читаю сейчас эти изменения в дискорде где разработчики они тут выкатили нам новость но в группе вконтакте в телеграме больше изменений написано и кому верить каким-то там неофициальным группам в контакте или в дискорде разработчикам в общем и целом еще возможно ему апнут стабилизацию от поворота корпуса и от движения корпуса на 20 процентов но поскольку это супер тест эти параметры все еще могут измениться миллион раз но примерно она всегда так и выходит ну и последний ап это лора 50т тоже я говорил что этот танк нужно апнуть и вот его апают не знаю влияет ли моё нытье в дискорде с разработчиками на ап этих танков либо они сами видят по статистике что эти танки не догоняют по параметрам остальные улучшение лоры 50т это опять увеличение хп с 1750 на 1920 танку не хватает перезарядки очень сильно почему-то он там на несколько секунд отстает от одноклассников у которых лучше пробития специальными снарядами у них лучше силуэт он намного меньше у них намного больше брони в корпусе не буду говорить про броню в башне поскольку лора 50т очень крепкая башня мне нравится лора 50т хорошего военной крепчайшая башня он очень быстрый стабилизированная точная пушка хорошее пробитие альфа обычная но нет перезарядки вот просто ее нет просто танк медленно заряжается ему увеличивают хп ну хп это классно когда у тебя корпус просто пальцем протыкается он бумажный но перезарядки то почему нет ну хоть пол секундочки секундочку ну чтоб хотя бы как у одноклассников берешь там какой-нибудь фейс-1 или чанчепт там просто такие скорострельные пушки что просто капец на фоне лоры пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик и радик красивый всем удачного дня пока